Привет, с вами Каска. Нашел вы значит параметр такой интересный, который может влиять на производительность твоей системы. А точнее это касается напрямую именно игр. Называется он мем-компрессия. Если ты в курсе, что это такое, смело закрывай ролик, ничего нового не узнаешь. А если же первый раз об этом слышишь, тогда добро пожаловать, наливай чайок и полетели. Я уверен, что рано или поздно абсолютно каждый задумается о приобретении лицензионного ПО. Особенно если вы только-только собрали вашу систему и боитесь как-то накосячить. А накосячить можно по-разному. Давно не секрет, что использование крякнутой винды, либо того же офиса, как минимум заставляет вашу систему работать не на все 100%. Поэтому хочу порекомендовать своих надежных партнеров. Это интернет-магазин L-Store, который работает на рынке более 10 лет. Сколько? За это время у них появился большой ассортимент различных лицензий на Windows, Office и антивирусы. Самое главное это моментальная доставка купленных ключей на электронную почту, большой выбор способов оплаты, а также гарантия на все продукты. Цены на лицензионные ключи по доступной цене. А также ребята из L-Store специально для моего канала, а точнее для вас, подготовили промо-код со скидкой до 15%. Сейчас это лучшая возможность, чтобы приобрести Windows, Office или антивирус. Пару кликов и ключик у тебя на почте. Начнем с теории. Производительность твоего компьютера зависит от многих факторов, не только компонентами железа, но и их правильным распределением. С целью такого улучшения распределения Windows была разработана и внедрена функция сжатия оперативной памяти, позволяющая уменьшить количество операций чтения записи области медленной виртуальной памяти, известной как файл подкачки. Компрессия и декомпрессия осуществляются силами процессора. Собственно, это одна из тех причин, почему твой процессор может загружаться. По факту все не так однозначно. Взвесить все за и против использования функции сжатия памяти можно лишь протестировав функцию на конкретном ПК. Функция сжатия оперативной памяти в Windows 10 и 11 используется для оптимизации использования RAM за счет хранения части страниц в оперативной памяти в сжатом виде. Благодаря использованию сжатия памяти процессов вы можете размещать больше процессов физической оперативной памяти без складывания их в своп файла на диске. Нужные данные извлекаются из более быстрой оперативной памяти быстрее, даже с учетом того, что на их сжатие и декомпрессию тратятся дополнительные ресурсы процессора. При использовании сжатия памяти уменьшается использование RAM. Снижается нагрузка на жесткий диск за счет меньшего количества операций ввода, вывода к файлу подкачки и сохраняется ресурс SSD. Процесс сжатия памяти обслуживается службой SysMain. SysMain обеспечивает сокращение объема записи на диск путем сжатия и объединения страниц памяти. Если эта служба остановлена, то в Windows не используется сжатие RAM. Эй, зритель, ты там еще не уснул? Давай кратко об MEM-компрессии. MEM-компрессия сжимает твою используемую оперативку для того, чтобы ее разгрузить и использовать для большего количества процессов или приложений. Но из-за самого сжатия это может напрямую повлиять на производительность уже запущенных игр. В некоторых случаях, если ты не используешь всю свою оперативную память, можно увидеть повышение FPS, а также понизить количество фризов. Если ты свою систему используешь под мультизадачи, плюс во время игры открываешь множество вкладок и так далее, тогда MEM-компрессии лучше оставить включенным. Если же наоборот, ты только играешь, ну максимум там включить дискорд, тогда можешь отключить этот параметр. В таком случае ты повысишь производительность своей системы во время игры. Теперь перейдем к самой практике. Для того, чтобы узнать состояние MEM-компрессии, нажимаем pcm на пуск, Windows PowerShell Administrator и вводим эту команду getmmagent. Ищем memory compression, если указано true, тогда он у нас включен, если false, отключен. Для того, чтобы его отключить, вводим команду disablemmagent-mc и снова пишем getmmagent, для того, чтобы убедиться, отключилась она у нас или нет. Если MEM-компрессия у тебя была включена, мы ее отключаем и сразу же залетаем в игру для ее тестов. Если все в порядке, если все устраивает, так и оставляем. Вдруг, если MEM-компрессия у тебя уже была отключена по какой-то причине, рекомендую ее включить с помощью этой команды enablemmagent-mc и снова же залететь в игру для ее тестов. Короче, при любом раскладе нам нужно ее включить или отключить для того, чтобы провести тесты. И только после тестов мы узнаем, как работает наша система. Лучше с включенной или отключенной MEM-компрессией. Как-то так. Если ролик тебе показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. До скорых встреч!